короче там наверно уже нету это ресторан который мы сейчас первый раз как здесь иногда когда район горячий ты чувствуешь а здесь не холодно может история жил первое место до первое место вот как для москва приехал вот это задаваться отель вот это ресторан сейчас дороги уже видишь нет это бывший черкизовский рынок где первые вы стали выступать до отсюда началась ваша карьера и сам был кафе это история целая адил адил карача что ты хочешь адил адил ультрам так меня проснулся вечера концерт был адил карача это псевдоним или твое настоящее имя адил карача это настоящее моё имя никто не предлагал тебе сменить имя и сделать когда я начинался да был ну я не хотел это адил звучит справедливый человек добрый человек зачем я буду свои красивые мы поменять а тебя в честь кого-то назвали но это имя кураны есть то у нас но мой дедушка это имя и меня назвал обиль царственной местного сейчас нет ну когда меня один год был дедушка уже это папин папа да папин папа расскажи пожалуйста про свою семью я родился город адана с турции это сами жарко самый теплый город даже когда лет асфальт а не все очень жарко очень я там вот родился у нас пять мальчик был один брат когда маленький было номер и три сестры общий 8 папа свои фирма есть типа чевчелик добрый я это не знаю по-русски но музыкантами эту артист нету кроме меня такое желание появилось с детства или же у меня честно вот даже пять лет шесть лет я всегда хотел был большой сына я выступал люди мои песни пели с детства это все данный момент я жду адыля скоро его выход вот уже волную сердце бьется дай руки руки дай чувствуешь как бьется прекрасного артиста звезда турецкий страны адель карача под ваши бурные бурные аплодисменты и встречаем а 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 если еще что то что вызывает именно эти же эмоции этот же адреналин кроме пения я футбол очень любил футбол играл даже турецкий бешейташ команда когда меня от 10 лет вот там выбор был да с 10 тысяч человеком 10 человек с 10 человеком я был там еще не отказать его он очень известный футболистку не европа играл вот мы один команда вот это время но папа меня разрешение не дал не дал я я очень вот любился футбол очень и тогда получали эти же эмоции их а если вы любился вообще не знаю папа не дал а если бы папа разрешил бы играть в футбол на профессиональном уровне да 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 сто процент настолько сто процент а как на это отреагировали твои родители что ты хочешь стать певцом мама меня всегда поддержка делал но папа всегда против по это пошел против отца но как я хотел футболистом вот он не дал и артистом тоже типа пет тоже он не дал но он хотел я им фирма работал что-то вот он не хотел даже на одном мама ругал он кому похоже ну мама типа делал может твои есть а с твоей стороны папа всегда против и до сих пор тоже нет уже нет уже он видел я турция на телевидении азербайджана ему уже нравится ну я много уже сам поддержка делал они финансовые ну это это конечно финансово это мама папа для меня жизни первую очередь а как ты пошел на этот шаг вот против отец был на то все равно же против отца пошел но не не решил все равно я это время один из лет был когда я уже решил меня уже 16 лет там разные я там ребенок а уже 16 лет это я сам что-то я знаю это очень тяжело будет легкий никогда ничего не бывает вот этой дороге которые мои карьеры много тяжело было много люди что-то сказал я никому не слышал я оттуда себя верю я буду это делать почему в стамбуле не остались и не пели там в турции в турции да я работал много работал я вам не рассказал я много отелем работал баром работал рестораном работал я это работал мне так история есть больше вот 15 лет я работал но семья адана они меня позвонить приезжай уже не надо уже все это меня уже не спокойно был там то есть стамбуле вы что вы думали что вы можете вернуться до 1 я буду думает вернуться поэтому я уже не хотел я сказал я дано не иду вот я решил друг был иди москва попробуй там я сказал я язык не знаю никого не знаю кто меня будет там слышит я турецкий пою когда вот адано уходишь истамбул все равно тебя родственники с переменник есть тебе все вот один язык говоришь верить все твои вот когда уже россия это уже другой конечно тяжело новая культура новая верит другие публика другие люди большой город тоже москва метрополь друг сказал там один кафе из это время был черкизовский рынок там был истамбул кафе и были первые впечатления вот когда вы приехали в москву и сразу же оказались на черкизовском рынке ну я предполагаю что у меня не очень интересного а людям очень интересно был потому что первый раз кто-то как с турции певец пришел там выступает а людям очень интересный был там но турецкий язык они избеги стал набили были люди которые работали на да 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 они людям очень интересным много люди так пришли меня послушали там уже работа другой и здесь и там вы каждый день выступали даже выходных выходных не было когда работа есть я всегда работал отдель а вот как вы смогли расторгнуть вот этот контракт с продюсером и не заплатив 2 миллиона долларов и мои продюсер он могу рано и дэмир он очень известный продюсер был он много артисты известные в турции максим кормозы июль мустафа сандал и джан-денис человек тебе верит он видит тебя впереди ты звезда будешь или тебе талант есть меня пять лет ему договор был если я что-то ошибка делу не слушал он сразу это меня показывают ну а как так смогли расторгнуть и не заплатив 2 миллиона долларов в принципе же вы сказали что я не хочу больше работать он мне не как посмотрел артист у нас как папа сын был я почти три год ему дома спал это время когда я контракт был единственный артист с джан-денис его дома два года спал а я три год он очень доверялся меня но я сказал я хочу уже ехать дай мне контракт у меня контракт дал и все ему потом проблема начинался жизни вот престижем проблему был потом партнером проблему был но он потом не знаю ну не знаю это сказать он наркотик наркотиком тоже он занимался поэтому ему жизнь очень плохо пошел до сих пор общаетесь честно где ты один год назад по телефону поговорили но он много артистам дел известно и они ему поддержка не делали вот максим карамзу юль не знаю вот с джан-денис а лишь он они можно валиму больше поддержка делать а он мне ничего не делал все равно меня отношение это человеком есть еще пришел увидел сел только в сумак мангал можно насладиться азербайджанской кухни в формате корнер теперь не нужно бронировать стол ждать официанта корнер сумак мангал все быстро и вкусно но главная особенность заведения это открытый мангал на котором повара виртуозно обжаривают до золотистой корочки мясо птицу овощи и рыбу это точка огромного выбора вкусной еды сладости и высокого качества отправляйтесь за вкусной едой сумак мангал а чтобы настроение было на высоте возьмите себе напиток баре пофигист фокусе внимания дорогой алкоголь натуральные ингредиенты строгость подачи и не скучно переработанная классика а запредельно приветливые бармы который готов угодить ваши вкусы индивидуально подберет коктейль что не может не радовать из ключевых удобств корнеры и бара это расположенность центре москвы а именно it market смоленко также преимуществом является доставка через delivery club или через приложение и market вас часто приглашают в азербайджане на передачи программа россии приглашают нет ну я какое-то время когда сергей зверевым дуэт белл был некоторые фире был музыкальный я сам просто это хотел если я бы хотел бы не стремились к тому что до вас здесь у меня тяжело на русские сказать я что мысль вот если турецкий был я сразу ответ делала она русскими нет все я думаю это может смешно может некрасиво может я как культурно может не буду себя показывать потому что все слова не знаю поэтому сколько лет в россии 14 лет я вообще русский не знал честно я здесь просто вот друг другу вообще а если азербайджанский я не говорил турецкий мне русский даже можно было лучше потому что здесь все мои кругу азербайджан и горские евреи тоже мои близкие друзья они тоже я как турецкие они понимают азербайджанский турецкий похожу есть если дружба в шоу-бизнесе дружба но мало есть мало то есть вы не верите нет есть но хорошие друзья мало короче шоу-бизнес я вам так скажу добрый нет они все играют но друзья если это читается вот наш ребята которые но они тоже все равно русские шоу-бизнеса но мы дружим очень конечно они сколько раз я ним дома был они очень вкусно готовят вообще и новая мама тоже дома как гости был хамалин тоже а с кем еще из шоу-бизнеса вы дрожите из российского шоу-бизнеса джонни тоже еще бренден стон у меня дуэт был сергей зверевым а у сергей я давно не вижу честно не знаю может 23 год но он очень хороший человек моя душа горит так сладостное сердце только для тебя струкши у вас чуролам дуэт с агдиана тимур тимуров она такая там я турецкий пел и на русский но микс мы делаем еще дуэт будет скоро дайте нам эксклюзии нет 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 я не могу сказать азербайджана но это женщина будет и россия тоже очень известный артист но мы это тоже турецкий будем высказали что у вас вышел клик амали переписал на русский это песни вообще сени севера старый песня хамали мама я я даже и стеснял на хамалин сказать я мама сказал хамалин севинч я сказал севинч она она эта мама короче меня одну песня если хочу хамалин текст текст записал он сказал хочешь я скажу он даже будет петь я сказал текст запишет это меня достаточно я не поняла одно мама хамалин решила помогла короче да я попросила за но я и стеснял хамалин сказать я позвонил севинчане можно она сказал пожалуйста потом хамалин уже много отношений он что-то записал отправил что-то записал отправил а потом уже тебя я так люблю типа а как так получилось вы значит знакомы с мамой да ну они они мои часто концерты бывают уже но не фанатка они меня любит я так не хочу сказать она она вот сегодня тоже здесь и на вами мама и хамалин мама сегодня здесь сегодня много хорошие вожаемые госты здесь севинча нам айнадо нам ошкендан из шереттера вердин из нас стоит имейссанис Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Шивово Субтитры делал DimaTorzok Я счастлив First Green Чуиеру DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С Wiiintem А счастливого Product Воор구요 Вы jobки Поделаете Вы живёте в России, но на русском языке есть. Есть ли у вас желание достичь какого-то определённого количества, чтобы спеть больше на русском, потому что вы живёте в России? В жюри, когда я... это язык. У меня мама курд. Я из Турции родился, в нации я курд. У нас язык как в фарсии идёт, похожий. Поэтому мне быстро надо учить. А русский всё равно, сколько я работаю, сколько я работаю, ну и получается. Ну получается, может так. У меня здесь есть хорошие, честно, друзья есть. Вот в моей жизни евреи, да, горские евреи много роли играли. В Турции на телевидении другой показывал у нас, типа, филистинам проблемы вот так, вот так, вот так. А я видел, они какой добрые, они как всё делают от души. Много меня даже, вот, у меня один друг был, когда вот я 2010 года я клип когда снимал, он 25 тысяч долларов дал за это клипы. Это никто таким не даёт. Просто так? Да, 25 тысяч долларов за это клипы дал. Коралл Гибин. Вот это клипы мы это время 25 тысяч долларов снимали. Очень известный. Ну я это имя не могу сказать, потому что этот человек, он очень уважаемый, очень добрый человек. Вот этот человек, когда я ковидом тоже болел, мне жизнь очень, я чуть-чуть не остался умер. В больнице вообще даже всё полно было. Этот человек опять меня играл в жизни, меня поддержка делал. Вот, мне в президентскую больницу он положил. Вот он еврей, я мусульман. Он как меня смотрел, как брат. Ну я тоже ему смотрю, как брат. Честно, вот, кто-то отсюда пистолетом кидаешь, я за это другом могу, вот. Адель, расскажите немножко про то, как вы переболели ковидом, потому что насколько я знаю, что вы там уже и прощались со всеми. Да, так было. Ну я очень переживал за дети, а так я жизнь уже всё видел, потому что дети маленькие были. Кемаль восемь, Адель четыре года был. И, честно, Кемаль всё равно мальчик. Будет мужчина, он свою жизнь будет, дороги свои найдёт. А девочка, папа, дождь тут рядом. Очень хотел её свадьбу видеть, я всегда молил это время, когда я в больнице был. Что готовят? Помидор и мурта – это яйца и помидор. Потом сковородочку, масло, потом сверху яйцо. Адель. Победор. Угу, я добавлю свой вкус. Ну и, честно, я добавлю на него. Безумы, коктем. туда дома тыс вебер подлежа ля 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 лям дома кто готовит дома нужно тоже готовил я ему тоже много турецкий учил и да а я сам очень тоже люблю готова разная паста готова и очень хорошие кебабы тоже готовы бейти кебаб 1 кебаб потому что вот я родился город адана не знаю наверно меня руки тоже это элемент узел ордер народа вот мой учитель был наталья борискова я я ему салатом показывал она говорит один в один делу ну получается вкусный так у вас лучше получается чабан салат что до сих пор вы не смогли принять в россии вот что для вас до сих пор остается странным русский народ очень добры они очень чист они не играют они не хитрый потом уже я женился здесь дети есть семья не жена тоже половина еврейка половина русская но остался как познакомились женой мои концерты но вечеринка турецкие посольства был благодарности по вечеринкам да а я там выступал там видел когда я видел сказал какой красиво можно было это жениться вот так был как семья отреагировала на ваш ну да я сам начала сказал я не буду русским жениться типа меня другой я думал потому что культура все равно другой на турчанке думали же ну да ну все равно я видел хороший девушка она очень добрая чистенько поэтому я женился какой культуре воспитываются дети ну смотри я сколько могу свои культуры показывают все равно они россия живет они садик или они школа едет они и русские культуры тоже возьмут и у нас турецкий как мусульманский культуры тоже возьмем на каком языке разговаривают ваши дети с вашими родными в турции которые они как происходит диалог но кемаль английский чуть-чуть говорит моей сестры но 1 понимает турецкий она не ответит но она понимает все равно друг другом они понимают что-то не понимает я там объясняю а аня турецкий знает она учил у тебя есть планах переехать все-таки в будущем в турцию вместе семьей мы не знаем завтра что будет поэтому я таким вопрос не знаю что сказать но в планах есть но честно когда уже старый буду конечно хочу творче жить как на это смотрит супруга не она не против хочет конечно почему нет это помидор-юмурта у нас тут все называется мелемен а турция мы чуть-чуть другой готовым до лук добавим зелени перец добавим а можно сыр кошар пейнеры кошар пейнеры можем добавим смотри кто как любит можно колбаса тоже добавить но кто как любит адель дома свинину едят нет я не разрешаю дети тоже уже они сами знают не ешь ну жена не ешь молодец она адрес вот столько масла добавили следите за калориями ну я вам сказал я бегу а за питанием то есть здесь только уже калорий как это нормально нормально да конечно поела потом побегал и поплавал я хотела спросить про вот этот клип мама там участвуют и другие артисты в съемках как проходил процесс этого клипа как уговаривали там по моему валерия еще участвовала со своей мамой валерия не своей мама это время к вид был потому что только а факт генжели свои мамам они участвовали да а лишние с афак генжели с адалес шкиров есть замки есть это они очень известны азербайджане известный артист и турция и россия три страна мы это клип снимали объединили 300 страны в одном кроме кто-то отказали да вот это пара мама песни меня карьеры очень меня дал известность азербайджан да вот видите мама 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 всегда золотой вот песни мама для меня это очень это ваша идея была да создать такой клип нет это не моя идея надо честно сказать мой друг есть эльчин он азербайджан живет перья не его есть она баку живет вот когда под ними был они не может улетает вот это все дороги закрытого тяжело был он сказал я мама скучай можно мои пара мама одну песню запиши мы сколько мы песни делали некоторый текст вот музыка не то не то не то не то не то не то вот три-четыре месяца мы работали только за песни а песни уже мы все согласили вот текст музыка потом решили вот интересный клип был кто пишет ваши песни ну некоторые песни я сам запишу музыка а слова песни музыка я записал масал который вот недавно меня песни вышел это песня я записал но много песни есть который бомба меня на русские песни которые есть я записал крал я записал но музыка слова слова ну разы разы с турции с азербайджане с россия есть работам на текстом не работаете сами понимаешь это талант а вот музыка меня есть а вот текст меня не очень я думаю это уже все были аптеке сейцы а как русские родственники со стороны жены отнеслись к вам когда вы решили пожениться как вас приняли если они любил значит они все согласны хорошего вас отношения с ним надо нормально семья приезжает сюда к вам и ну мама не был потому что мама мне боится летать ну ее сильно астана есть она кого болит легким проблем длины не может улетать три часа четыре часа мы очень боимся она вот когда из адано и стамбул летает час 15 ему очень тяжело но моя сестра прилетает у вас есть гражданство российской федерации конечно войной гражданство да да есть тюрьки груз давно получили четыре или пять лет наверно у ваших детей два война гражданство супруги они тоже получил недавно они тоже турецкий паспорт есть ты сейчас живешь между двумя странами россия турция как ты видишь дальнейшие отношения между двумя странами но маша аллах сейчас очень хорошо ордоганом путин ну вот сейчас не знаю это репортаж когда уходит у нас первого выбор был я сам честно и ордоганом голосовал потому что если ордоган уходит для россия турция отношений очень плохо будет если калыш таралу будет потому что он сам это сказал как-то повлияет на вашу жизнь если эрдуган проиграет отношения судьба ну а я думаю не хорошо будет сто процент потому что эрдуган тоже он умный он добрый но вы видели вот все страны почти россия отношения плохо бил ордоган все равно свои слова держит но он свои страна любит свои страна что выгодно ордоган это делает он правильно политикам дел вот я завтра иду голосовать буду опять ордоганом ожидали таких результатов на первом голосовании но госдома ордоган выиграл типа новое ожидание что такой результат будет или же все-таки вы были уверены что он выиграет потому что очень многие были уверены у нас в россии что он выиграет нет против ему много был поэтому там 6 партии еще один партия 7 7 партия все ему против а он но народ дает а что там всем партия тоже много есть народ смотри я курт нация а я дал эрдоган а есть курский партия тоже есть я сам курский партии дал потому что здесь другой история поэтому я люблю свои страна свои народ поэтому ярче орда her шеин дизгин When you want to go я хочу взять кверту гробе идти люди которые не хотят найти они как раз выиграли свои страны они нужно все-таки ты мне зачем конечно жизнь подсвели к камеру это с chopе и результат по моему чтобы убрать дизгинамы на землю в future других Служили в армии? Да. В турецкой? Да. Ну, как? Я там тоже пил. 18 месяцев. Селах Тутмадык или Шаркисойли. А где именно служили? Полтора месяца. А мы берли им Самсунг. Город Самсунг был там, был я полтора месяца. А потом уже Эрзинджан есть город. Это восток Турции. Там есть орды, типа гостиницы опять звездочек. Там все генералы, полковники. Каждый вечер мы там выступали. Каждый вечер. Давай представим, не дай Бог, конечно, между Россией и Турцией отношения ухудшаются и происходит глобальная перемена в отношениях и нагревает война. И вот нужно идти воевать. Я не воевал. Против. Против России? Нет. Против Турции? Мне не нравится. Вы меня вопрос даете? Я вам что есть, так говорю. Ни Россия, ни Турция. Но нельзя, я говорю. Я против. Вот это военно, я против. И вы гражданин Российской Федерации, но также вы гражданин Турции. А ты хочешь и что мне говоришь? Ты выбрал Россию или Турцию? Как я буду выбрать? Мне здесь тоже. Я здесь живу сейчас. Но дай Бог, таким вещам никогда не было. И я это не буду вопрос ответить. Или Россия, или Турция. Хорошо. Здесь тоже моя страна. Я здесь живу, я здесь кушаю. У меня дома здесь. Но это моя родина, Турция. Поэтому я не могу этот вопрос задать. С чем связано, что вы не смогли получить славу в Турции? Как у Максим Курмезигюль, с Джан Денис. Почему так получилось? Ну, ты знаешь, я таким временем альбом делал. В Турции арабский. Я арабский пою. Арабский не очень слышно было. Типа не очень модно было. Какое-то время телевизора много, программа не было. Все закрыли. Что-то пошел другой. Еще ты когда что-то делаешь, альбом или клип. Я больше 400 тысяч долларов шоу-бизнеса в Турции тратил. На клипы, на песни. Потому что это моя мечта была. Я хотел в Турции что-то делать. Но и много меня обиделось. Они не честно себя сделали. Они обиделись или вы? Они меня обиделись. А, они вас обидели? Да, они меня обиделись. Я так человек, когда я что-то говорю, я это все делаю. Вот это, вот это, вот это, вот это. Это деньги, это вот. Это так, я все вот делаю. А люди свои слова не держали. Они не делали. Вот был Гёчан Тепе. Я ему одну песню купил. 15 тысяч долларов. Эта песня называется «Истамбул». Вы у него купили? Да, Гёчан Тепе. Я это первый раз вам говорил. 15 тысяч долларов я ему дал. А он должен быть, эта песня, за пиар меня поддержка делает. На репертаже можно вместе пиарить. А он потом, когда я ему уже деньги дам, не делал. Ничего не делал. За его пиар, менеджер и так, они мне много денег взяли. Они тоже ничего не делали. Ну, кто меня уже познакомил, я ему сказал, видите, он так меня делал. Он потом меня позвонил. Извини, давай я тебе новые песни даю. Не буду деньги взять. Ну, уже я внутри обидно был. Вот это где-то был 2014 год. Потом в 2016 мне еще какой-то песни был. И я уже не хочу там что-то делать. Я уже начинался еврейские песни записать. Русские песни записать уже. У меня был Сергей Зверевым дуэт. Сагдиана был потом. Тимур Тимуровым. Много еще проектов есть. Вот, Бахти. Он тоже некоторые песни мне уже дал. Ну, короче, Турция не получила. Это значит судьба. Поэтому я решил здесь свою карьеру делать. И Азербайджан. Кто помог с вашим первым альбомом продвинуть все? Ну, хочешь честная история, я вам это скажу. Азербайджанский один человек был, Исадей. Он в это время, они постоянно меня рестораны послушали. Вот это тоже я первый раз здесь говорю. Он мне 16 тысяч долларов дал. Ну, там больше, конечно, что-то. Я тоже добавка делал. Человек мне эти деньги дал. Он мне помогал. Спасибо ему большое. Но какое-то время пошел. Два года, три года. Вот. 2010 года. Вот. Мне вот песня вышла. Крал Гиби. Вот это мы в Москве снимали этот клип. Почти. Я почему это все рассказывал. Ну, люди меня уже больше знали. Турция, Азербайджан. Вот. Вот это человеком, братом свадьба был. Он меня позвал на свадьбу. Они меня когда уже позвали, звонили, да. Меня дата уже была. Я другим людям обещал уже. Должен быть. Потому что даже как залог взяли. Я должен быть. Это свадьба выступает. Они меня обиделись. Я о них свадьба не пошел. Потому что я как буду отказать. Люди уже деньги дали. Это некрасиво. Они меня уже. Его брат позвонил. Ты должен быть это 16 тысяч нам обратно дай. Я говорю. Почему? Он мне это подарил. У нас есть друзья. Общие друзья. Спросите. Они тоже говорили. Да. Он тебе подарил. Ну. Я где-то. У меня это время деньги так не было. Я 6500 ему дал. Доллар. Обратно. А у меня один кольцо был. Это где-то тоже 3000 был. Я это кольцо ему дал. И останавливались. Там 3-4 не хватало где-то. Я сказал. Я у вас много уже корпоратива выступал бесплатно. Это тоже это читаете. А мы так согласен. Ну. Они некрасиво себя делали. Ну. Они эту ошибку уже узнали. Ну. Я сейчас все равно. Общаю это человеком. Его братом. Все равно. Они меня это время делали. Эта поддержка. Ну. Они да. Меня обиделось. Но. Все равно. Я внутри. Никогда плохо не думаю. Несколько месяцев назад. Случилось очень страшное. В вашей стране. Землетрясение. Которое потрясло весь мир. Среди ваших близких, знакомых, родных были? Кого вы потеряли? Кто пострадал от землетрясения? Да. Это очень честно. Тяжелое состояние. Потому что по бюджетам, по мотивам, финансовым, и финансовым. И вот Чокзарарар в Туркее. Но у меня совсем родных нет. Но через знакомых, знакомых много есть. Но помочь, чем мы можем, что есть руки, мы это все делали. Потому что это одиннадцать городов. Очень тяжелые. Одиннадцать городов. Да. Одиннадцать городов. Очень тяжелые. Ну, я думаю, они всем не говорят. Говорят, 50 тысяч человек умерли. Ну, это я не буду рассказывать. Но там, да, больше людей умерли. До сих пор находят? Много людей умерли. Просто больше 50 тысяч. Но это они не говорят. А с чем это может быть связано, что они говорят? перед выборами? Или же… Нет. Давай. Так скажем. Просто… Нет, это не выбор. Зачем? Все равно, где все землетрясение было, Эрдоган там первая партия пошел. Поэтому народ Эрдоганом. Но это, я думаю, не знаю, почему они не говорят совсем. Триста тридцать? Да. Триста тридцать? Триста тридцать? Триста тридцать? Да. Здание обрушилось. А если в каждом доме один человек умер, читайте, сколько? По математикам. Какую помощь вы оказали во время землетрясения? Ну, у нас турецкие поселства, мы контакты были, они вот счет открыли. Я этот счет постоянно в свои инстаграмы положил. Много людей мне позвонили после этого. Они хотели, мы тебе счет отправляем. Я не это сказал. Я таким вещем не люблю. Промой давай, я вам счет даю, вы туда отправите. Я сам туда сколько делал. Сколько отправили вы лично? Ну, у меня общий где-то шесть тысяч долларов я делал. Ну, еще плюс, людям тоже специально, кто-то меня лично записал, знакомый, я им тоже так отправил. Ну, неважно это, не хочу даже эту сумму говорить. Я так тоже много делал. Ну, спасибо большое. – Все, кто-то. – Привет, это. – Всем привет, кто-то. – Всем привет, всем привет, всем привет. – Бґкэрланд. – Таулай маршал, мы Breida, мы с вами привезли за хорошимарисы. Ах, мы пришли к нам. – Даже туда, мы красивые и неправильные пары. – Мы нашли к нам. – Праздыея еще, мы дали. – Здравствуйте, я нашли к нам. – Настяк, я буду планировать. Праздыхать этот курс, мне нужно было. – Для посел x, я остановил. – Везем не аль. И мы в этом городе оставляем. Они прямо мне пришли. Мы в этом вопросе помогли. Мы ждем всех наших друзей. Как вы получили звездочку? Ничего не делали? Он случайно. А подписчики живы? Да. Зачем я буду там что-то добавка делать? Получается, Адель Каража, который приехал в Москву без копейки и работал здесь долгое время за чаевые. Спустя 15 лет, каким вы были, такими остались. Вас деньги, слава не изменила? Кто меня знает 15 лет назад и сейчас, они меня... Никакой ситуации даже не было, чтобы как-то изменить ваше мышление, ваши взгляды на жизнь, чтобы подстроиться под то русло. Смотрите, Нила, мир поменяет. Многое что-то поменяет. Погода поменяет. Каждый год что-то не то, другое поменяет. Я тоже, может, что-то от меня тоже... Я не знаю, что-то от меня тоже. Я не знаю, что-то от меня. То есть вы меняетесь всегда в лучшую сторону. Это вы так считаете или все-таки вы прислушаетесь к своему окружению, и они говорят, что вот, Адель, вы в каждом году все лучше и лучше. Смотрите, у нас в Куране что есть, если мы честно это делаем, мы и здесь будем счастливы, и там будем счастливы. Я тоже иногда ошибка делаю. Я тоже человек. Никогда не дёргать в жизни. Я тоже человек. Я тоже человек. Ни дёргать в жизни не дёргать в жизни. Но это бывает. Мы все люди. Ладно, Адель, скажите мне, пожалуйста, вы могли, начав там работать, представить, что вы сегодня будете давать репортаж именно тем, кем являетесь сейчас? Адель Караджа, знаменитый, прославленный, которого все знают? Ну, человек, если в себя верит, если ему мечта есть впереди что-то... Вы верили в себя? Я это узнал, это всё будет. То есть вы видели себя именно таким, каким вы сейчас являетесь? Ну, я мечтал, что я хотел, где я буду. Я не ещё там. Я ещё делаю, видишь? А где вы себя видите через лет десять? Нет. А вы сделаете? Нет, не дай мне консерта. Вы сделаете что-то? С вами продолжаю участие и продолжаю общаться. А что именно вы делаете? Что именно? Я считаю, что это было... Мой господин... Он меня любит друг друга, знакомы. Я считаю, что это будет супер. А если я больше не знаю, что это будет, что это будет. То есть, по вашему мнению, что еще пару песен, и вы сможете добиться того, чтобы сделать турне по миру, концерт. Адель, с вами завершаем наш сегодняшний выпуск, и я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы пришли ко мне на программу, рассказали о себе. Спасибо вам за все. И тебя спасибо большое. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok